Динамо ЛО Местами было интересно, местами провально. На мой взгляд, проблема лежит в головах большинства игроков, которые пока еще просто не готовы выигрывать у Казани. Начало первого сета осталось за Динамовцами. Гапеты Соколов попали под блок с основоборцев, и их преимущество достигло трех очков. Отлично провел первую партию Андрей Колесник, не дав казанцам приблизиться в счете. Но ближе к концу партии, благодаря отличным действиям на блоке и эйсу Максима Михайлова, зенитовцы сначала сравняли счет, а затем вышли вперед. Но завершить партию для «Зенита» было делом техники 25-21. Игра вначале была, как обычно, нервная. Было нервное начало. Ждали, пока соперник ошибется, где-то подавали очень слабо. В конце первой партии, конечно, дождались этот момент, начался соперник ошибаться, у нас проверилась параллелизоваясь подача. И мы как бы свои очки на выбитых ничах взяли. Мы говорили с ребятами, что мы в такой ситуации сейчас, что мы не имеем права, да, но мы должны отталкиваться от своей игры. У нас нет возможности сейчас не тренироваться, ничего. И каждая партия, каждый очко, каждый мяч – это на вес золота. Вторая партия проходила точь-в-точь по сценарию первого матча. Казанцы в двух расстановках ушли далеко вперед. И получив преимущество аж в 10 очков, Алексей Вербов дал возможность поиграть почти всем волейболистам. Динамовцы смогли немного приблизиться к счете. Но на итоговом результате партии это никак не сказалось. 25-17. Вторая партия уже была более так расслаблена. Мы нашли свой игровой ритм. У нас пошла подача, нашлась игра в защите на блоке. Мы начали себя чувствовать раскованно. И за счет этого выигрывали там вторую партию. Третий сет прошел в борьбе с большим количеством ошибок. Как с одной, так и с другой стороны. Антигероем партии стал доигровщик динамовцев Максим Пурин, который в концовке партии допустил две результативные ошибки. В атаке и на подачу. 25-23. И очередные 3-0 в матч. Наш прогресс, к которому мы стремимся. И сегодня, к сожалению, вот в третьей партии я видел, что мы позволили себе расслабиться, но чего не имеем права делать. Как обычно это бывает после легкой победы в сете. Следующий сет очень тяжело. Так и получилось. Третья партия такая напряженная война была. Такой двоякий осадок с одной стороны от игры. Да, что третья партия не была такой, какой мы хотели. Но в то же время, о чем говорить, победа 3-0. Для нас сейчас любая победа важна. И любая победа, любые хорошие действия, хороший розыгрыш нам дают уверенность, придают уверенность. Самыми результативными игроками матча стали Максим Мухайлов и Эрвин Гапет, набравшие по 14 очков. Француз при этом показал фантастические 73% в атаке, забив аж 8 брейковых мячей. А пулемет Максим добавил еще 3 эйс. При всем при этом первые две встречи были лишь подготовкой к главному матчу новосибирского уикенда. Матчу за выход в финал 4-х Кубка России. Локомотив Пламенный Константинова набрал отличный ход из 21 победы подряд и находится в лидирующей группе париматч Суперлиги. Но перед завтрашним матчем все это будет уже не важно. Прямую трансляцию матча за выход в финал 4-х Кубка России вы можете посмотреть на интернет-портале tvstart.ru, начиная с 15.00 по московскому времени. Болеем за нашу команду. Мы – Зенит Казань. Ну а завтра у нас, в общем-то, своеобразный финал. Которому мы и будем готовиться. Команда 5 из 5 дома, поэтому играет. С ними будет сложно бороться. Они сейчас на ходу. Поэтому будем готовиться, настраиваться, разбираться. Так что отдохнем сегодня хорошо, а завтра уже будем в бой.